Какие вопросы задают покупатели менеджеру в автосалоне? Выгодна ли покупка авто с пробегом? Какой цвет автомобиля лучше выбрать? Секрет популярности Skoda Kodiaq. Гарантийное обслуживание и автокредитование. Сегодня об этом расскажет старший менеджер по продажам автоцентра Прага Авто на Кольцевой Юрий Руденко. Мы сейчас находимся в замечательном салоне Прага Авто и общаемся с Юрием, который нам сможет очень много интересного рассказать. Юрий, здравствуй. Здравствуйте, Александр. Я бы хотел поинтересоваться, как клиент, который пришел, который в автомобилях разбирается настолько, поскольку, честно, я даже не знаю, какой вопрос я могу задать. А что люди спрашивают, когда приходят? Да, ну, знаете, вопросы у всех разные, абсолютно причем разные. У кого-то уже надо наличие, кто-то определился с комплектацией, с моделью. Кто-то приходит вообще не понимая, что хочет купить. И тогда мы начинаем с какого-то начала. Мы выбираем под бюджет, у каждого он свою какую-то модель или несколько моделей. И уже обсуждаем комплектации, двигатели и все остальное. Ну, у всех абсолютно все по-разному. Вообще, вот я знаю, у вас опыт очень большой в такой работе. Вы можете чисто визуально по клиенту сразу определить, примерно, какие автомобили его будут интересовать и какая покупка в Витоке произойдет? Нет, вы знаете, как говорят, по одежде судить нельзя, потому что все бывает по-разному. То есть, там, хорошо одетые люди, это не обязательно сразу же покупка какой-то дорогой машины. Все мы сейчас разные, тем более мода сейчас настолько интересная, что не всегда поймешь. Когда начинаешь общаться, тогда уже понимаешь, на что человек рассчитывает, что хотел бы видеть в своем автомобиле, ну, какие функции, какие опции и так далее. А как эта мода изменилась, например, за последние 10 лет? Вот можно какие-то тенденции выделить? Ну, сильно тенденции нет, просто сейчас появилось там за последние 10 лет много всяких новых современных помощников, электронных и так далее. Если там раньше люди, как бы, радовались тому, что есть управление на руле подогрев сидений, то этим сейчас не удивишь никого. И уже многие там спрашивают про каких-то других ассистентов, про какие-то свои опции. Ну, тем более у Шкоды можно машину как конструктором собрать и заказать под себя со своими нюансами, какими-то со своими опциями, со своими плюшечками. То есть я сейчас могу не беспокоиться о подогреве сидений, про него не спрашивать. Он будет в любой комплектации, в любой модели? Ну, нет. Опа, подробнее. В самых базовых комплектациях, как правило, не все есть, далеко не все есть. Они довольно пустые. Ну, есть много корпоративных парков, которым надо просто машина. Вот колеса, грубо говоря, руль и свобода передвижения. Со средней комплектации почти во всех моделях уже есть как минимум подогревы, управления на руле, вот такие вот вещи. Кстати, вот очень интересный такой момент. Ну, часто слышал от других автолюбителей, что когда машина покупается в салоне и выезжает за территорию салона, то она сразу очень сильно теряет в цене. Ну, вот я сейчас думаю, может посмотреть вторичку. Я сэкономлю, конечно, по деньгам, но что я потеряю? Ну, скажем так, вторичка, вторичка, всегда была вторичкой. Вы можете купить конфетку, можно купить кота в мешке. Опять-таки, в зависимости, какой пробег, какое состояние, какая стоимость машины. Потому что даже на наших машинах не на всех интересная цена на вторичке есть. Вот если вы рассматриваете конкретно бренд Skoda, то у нас есть плюс. Особо нет американских машин, точнее их вообще нет. А это может быть только какая-то, ну как говорят, евробляха. То есть машина пригнанная где-то с Европы. Ну, как правило, если взять европейские машины, очень редко продают они с маленькими пробегами. То, что у нас здесь продается, там 50-60 тысяч, часто густо на сервисе ребята смотрят по базе, а там пробег, ну, абсолютно не соответствует тому, что на одометре пишет. Поэтому бывают нюансы. К этому тоже надо подходить. Да, можно купить бушную машину, где-то в чем-то сэкономить. Но, как правило, это уже машина больше там двух-трех лет. На ней уже как минимум не будет гарантии. Если эта машина официально купленная здесь, ну, если, допустим, это там полгода-год, то не сильно большая цена, там на том же авторе небольшое падение. Ну, опять, тут надо в зависимости от конкретной модели смотреть комплектацию и так далее. Поэтому вопрос вторички, он очень индивидуальный. Кто-то смотрит вторичку, кто-то первичку. Ну, как правило, если человек хочет купить новую вещь, то он хочет купить новую вещь. Все-таки вторичная машина, у нее уже есть какая-то история, она пожила. Если она продается с очень маленьким пробегом, ну, как минимум, или какие-то там нюансы были у людей, или с ней что-то было с той машиной. Ну, если человек, например, не очень хорошо разбирается в устройстве автомобиля, его эксплуатации, то вполне вероятно, что он на какие-то моменты и физически не может обратить внимание, потому что он этого не знает. Есть, я скажу честно. Если ты не занимаешься подбором вторичных автомобилей, то даже я, работая в салоне, не всегда там могу знать всех нюансов. Вроде бы как работаю, много всего знаю, но всегда что-то можно упустить. Поэтому, ну, новый автомобиль, как минимум, это новый автомобиль. У нее есть гарантия, есть обслуживание. Если вам некогда, грубо говоря, ездить там по гаражам или искать экспертов, которые вам подберут, что-то помогут, то все-таки новый автомобиль, он всегда был новым автомобилем. Да, выезжая из салона, как там гласит народная молва, он теряет 10-15% сразу же. Но, как правило, новый автомобиль покупается не на полгода, не на год. На нем люди ездят как минимум там 3, 5, 7, 10 и более лет. У меня много уже клиентов, которые там в восьмом году, в девятом покупали. Его только сейчас будут или будут, или же обновили свои автомобили. Поэтому новый автомобиль, он долго ездит, как правило. Особенно, если модель типа Кодиака какая-то, большая, семейная, довольно дорогая, то такой автомобиль покупается, как правило, на очень долго. Ну, Кодиак это из таких флагманов, или не факт? Да, это, грубо говоря, супер, Кодиак это флагманы у Шкоды. Они самые большие, одни из самых дорогих. Поэтому, в принципе, такие машины, как правило, вообще покупают супер. Он более корпоративная машина. Компании покупают, чтобы ездить на них или долго по времени, или же много по пробегу. Уже много машин там 300-400 накатали и ездят дальше на компаниях. Ну, а Кодиак это такая более семейная машина, которая в год, как правило, проезжает не более 15-20 тысяч. И такую машину, как правило, берут как минимум на 5-7 и более лет. Если взять вторичку, не сильно большой выбор по данной модели на вторичном рынке. И если эта машина довольно свежая, то не сильно большая разница по стоимости. Если взять, проанализировать тот же Автория. Как я понял из нашего разговора, разница вторички и нового автомобиля. Выгода сама достаточно сомнительная. Потому что, выиграв некую сумму по деньгам, потом можно ее оставить на СТО, в ремонтах. И не эксплуатировать автомобиль по назначению, он будет находиться постоянно в ремонте. То есть, вроде бы автомобиль купил и остаешься без автомобиля. Я скажу так, тут многое зависит от того, какой вторичный вы собираетесь приобретать. Если с очень маленьким пробегом и по хорошей цене, то да, это будет крутая пропозиция, скажем так. Но это очень редко. Как правило, машины продают уже так, довольно подушатанные. Ну и как бы по такой, я не знаю, традиции украинской, что ли, все бэушные машины, как правило, продаются со скрученным пробегом. Очень редко можно найти машину с честным пробегом и с сервисным обслуживанием официальным. То есть, если вы купили машину, грубо говоря, тысяч 50-60 пробега, и у нее есть сервисная история, то, как правило, это действительно хорошая покупка. Но такие машины в среднем дороже по бэушному рынку, если брать бэу-рынок. Поэтому, как говорят, лучший автомобиль, новый автомобиль. Вы так замечательно рассказали о Кодиак. Прямо заинтересовало. Возможно, сейчас его более детально посмотреть, этот автомобиль и его особенности. Чем он отличается от других? Почему он такой популярный? Почему он популярный? У нас вообще люди любят вот этот сегмент СУВы Д-класса, скажем так. Большие, ну я не могу сказать внедорожники, большие кроссоверы. Такие, они более семейные, все-таки с большим багажником, довольно большой объем салона. Места в нем хватает. Такая семейная, хорошая машина, скажем так. Они идут у нас все полноприводные. Почему их так много и они хорошо покупаются? В принципе, в своей ценовой категории, в своей нише у них абсолютно нормальная, адекватная цена. Те же корейцы, как правило, дороже. И, в принципе, он довольно большой. Поэтому, в принципе, у нас люди любят такие машины. Есть модели поменьше, типа Корохо, их тоже довольно хорошо покупают. Но все равно Кодяк смотрит намного-намного чаще. Я так понимаю, что Кодяк это популярный автомобиль. Кодяк, да, он, в принципе, наверное, в этом году, я не смотрел точно, он или самый продаваемый у Шкоды, или на втором месте после Октавии. А вообще, на какое количество людей, на какую семью он рассчитан? Кодяк? Да. Он есть пятиместный и семиместный. Соответственно, на 3-5 человек этот пятиместный подойдет. На большую семью, конечно, удобно заказать 7 мест. Но 5 мест и 7 мест, это кузов один и тот же. Это внутри салона модификация. Да, кузов один и тот же, там другая конфигурация багажного отделения идет для 5-7 местный. Ну и второй ряд, он двигается, в принципе, и в 5-7 местный, только в 7 местный, его, как в купехах, можно откидывать, чтобы зайти на третий ряд. Если человек имеет большую семью, много детей и займут все 7 мест, ему будет куда коляску положить? Коляска только, наверное, тросточка влезет, потому что какая-то большая коляска особо не влезет. Точно так же, как ехать куда-то очень далеко и много вещей, надо, наверное, какой-то бокс уже на крышу вешать. Потому что 7 мест все-таки оставляют место в багажнике очень немножко. А по расходу? По расходу, ну, я думаю, опять-таки, в зависимости от двигателя. Конечно, когда машина загружена полностью, то расход в любой машине будет чуть больше. Но, как правило, как часто мы ездим всемиром. В принципе, мы сейчас в каких литрах на 100 километров? Я думаю, на дизеле это там максимум 0,3-0,5 литра на сотку будет. Ну и опять-таки, когда много людей ездят, как правило, это куда-то далеко по трассе, а там расход идет меньше, чем в городе. Ну и я так сейчас посмотрю, машина внушительных размеров, то есть напоминает, ну, такой вездеход, я бы сказал. Как он дружит с бездорожьем? Тут есть муфта электронная Haldex. Довольно-таки неплохо он по бездорожью ездит, но надо понимать, что это не какой-то рамный джип, какой-то подключаемый дифференциалами и так далее. То есть у него свои, у него свои сценарии использования. Это там город, где-то за город куда-то заехать, где-то какой-то снег, небольшая кашица, грязь. Понятно, что в болото я бы не поехал на такой машине. Ну и как говорят, чем лучше джип, тем дальше за трактором бежать. Но село и дача ему по плечу. Абсолютно, село, дача, может куда-то там на море, на озеро, на речку съездить, я не знаю, еще куда-то выехать, на какую-то гравийную дорогу. Той же зимой бывает там колея и все остальное, вот это как раз все его. А вот я немножко не понял про электронную муфту. Можно как-то попроще? Волнопривод реализован посредством муфты Haldex. Это муфта сзади стоит на заднем мосту, которая распределяет усилия от задних колес к передним. По трассе машина едет в основном на переднем приводе, то есть 96% момента подается вперед и по два на каждое заднее колесо. Для того, чтобы, если колесо где-то проскользнуло, чтобы муфта подключилась мягенько, тихенько, вам машину не дергало, не рвало никуда. То есть и момент может перебрасываться там до 90% назад, если машина где-то буксует передними колесами или еще чем-то. Есть блокировки электронной дифференциала, то есть машина пытается вылезти из какой-то там, не знаю, каши или еще откуда-то всеми силами. Конечно же, внедорожные качества, как правило, на всех машинах зависят от резины. Там, если посмотреть на эту модель, у нее резина более дорожная, шоссейная. То есть она для города, для трассы, никак не для бездорожья. Если поставить что-то более зубастое, то можно там выехать чуть-чуть дальше. Хотя болото – это не ее стихия. По клиренсу, я так смотрю, что проблем с парковками, если надо на бровочку залезть. Да, он довольно высокий, 187 мм заявлено на клиренсе производителем. Какие-то бровки вообще без проблем, его хватает. Плюс, если обратите внимание, внизу все защищено некрашенным черным пластиком. Он довольно-таки сложно царапается. Если и поцарапался на нем, это не сильно и видно. Ну и плюс хорошо, что арки тоже идут пластиковые. Какие-то в наших условиях камни и всякая гадость будут стучать и не обивать краску с крыльев. То есть здесь, в принципе, все защищено. Плюс по днищу везде идут пластиковые защиты. По двигателям усиленная пластиковая защита. То есть, в принципе, он довольно неплохо защищен по кузову. Ну и, как обычно, у «Шкоды» все кузова оцинкованы, обработаны. На кузов идет 12 лет гарантии с завода-производителя. Ну, оцинкованная – это значит, что она коррозиям подвержена будет в последнюю очередь. Да, они довольно неплохо. Понятно, что со временем может коррозия везде вылезти. Но сначала коррозия ест слой цинка, а после этого уже доходит до металла. То есть, если не смотреть за этим совсем, то, да, когда-нибудь она проест. Ну, довольно немного «Шкод», даже там по Киеву катается каких-то ржавых. Если где-то было ДТП, его кое-как сделали, да, может вылазить ржавчина. Ну, так, довольно-таки неплохие кузова и покраска у «Шкоды». Были когда-то нюансы в 2008 году, там, в переходной период они экспериментировали, были там нюансы с покраской. Но сейчас довольно все неплохо и все хорошо ездит. А вот эти электронные ассистенты, которые помогают водителю, они требуют каких-то специальных знаний или ничего не нужно, оно само включается по мере необходимости? То есть, как я могу... О каких ассистентах мы говорим? Есть ассистенты, которые включаются по умолчанию или работают, а есть те, которые включаются, когда вам надо, вы сами включаете. Типа адаптивного круиза, он работает только, когда вы включаете. Тот же радар, который работает с адаптивным круизом, он работает всегда, если его не выключить принудительно. То есть, слепые зоны, те же, если они есть, они работают. Тот же, правда, у нас сейчас не во всех моделях есть пока, что для Украины слежение за полосой, оно тоже, как правило, работает, когда вы включили кнопку его. Поэтому смотря какие ассистенты сейчас. Хотел спросить, базовая комплектация Kodiak, какие есть особенности? Вот покупая этот автомобиль, что там будет изначально и что там будет еще, возможно, дополнительно быть? Ну, смотря какая базовая комплектация у нас есть, мы начинаем с Ambition. Давайте начнем тогда самое доступное, самое простое. Самое доступное, самое простое, которое возможно для заказа, это Kodiak 2-х литровый бензин на автомате. Комплектация Ambition. Она как бы идет средненькая, но в Украину Active базовую даже не поставляют. То есть, я скажу честно, вот там, как правило, даже Ambition я очень редко видел, как минимум берут Ambition с пакетом, и то это больше компания, а люди себе берут уже вторую комплектацию Style, есть у нее два пакета для нее довольно-таки неплохих. Вот в основном их и выбирают. Это такая самая продаваемая машина. А что туда входит в эти пакеты? В пакеты? Смотря какой. Если там базовая комплектация Ambition, у нее есть два пакета Ambition и Ambition+. В первый пакет Ambition входит магнитола Balero со смарт-линком, карплеем, Android Auto. Идет руль с подогревом двухспицевый, ассистент ближнего-дальнего автоматический, электрокрышка багажника, ну и там комплект сеток. Для второй комплектации Ambition+, есть еще дополнительный к тому, что было место Balero идет Amundsen, тоже руль с подогревом, тоже переключение ближнего-дальнего, электрокрышка багажника, и также подушки безопасности для головы, то есть шесть подушек. В базе идет четыре подушки в машине. Ну а комплектация Style, в принципе, она самая популярная, она изначально неплохо вроде укомплектована, но у нее идут как раз то, что люди собирали первый год. Обивка кожи Suedia, она же Alcantara, многие знают. Выбор режима въезда Drive Mode Select, тоже подушки идут, шесть штучек передние, боковые, и шторки для головы. Магнитола Amundsen с навигацией, сейчас идет в 21-м году CarPlay Android Auto беспроводные уже, потому что раньше шли только по проводу. Также у нее светодиодные фары, LED, электрокрышка багажника и сетки. И есть еще второй пакет, в нем вместо Amundsen идет уже максимальный Columbus и цифровая приборная панель. Дополнительно к пакету ставим. А цифровая приборная панель, это как телевизор, я так понимаю? Приборка просто, грубо говоря, 10-дюймовый экран, 10-25 дюймов, и можно ее по-своему настраивать, какие-то виды менять ее. Если есть навигация, вот там, да, в пакете ставил плюс, что она и навигацию вводит. Она такая, скажем так, современная. Вид, конечно, намного интереснее. Люди приходят, и все-таки до сих пор она еще удивляет. Хотя многие уже знают, что почти у всех производителей есть почти на всех моделях цифровые приборные панели. Машина как бы более современная, и чуть все-таки больше информации можно вывести на нее. Иногда даже, может, и больше, чем нужно, не знаю, но у каждого свои какие-то запросы и потребности. А вообще с современным видом больше он привлекательен для мужчин или для женщин по наблюдениям? Да, вы знаете, наверное, для мужчин все-таки. Потому что машина как-то, не хочу показаться кем-то, но все равно больше мужчины интересуются опциями и всем остальным. Хотя довольно много женщин там спрашивают какие-то свои вещи. Ну, женщины, как правило, больше упор на безопасности делают, на подушках, на ассистентах, которые помогают мужчинам, кто что. Тоже многие сейчас люди, в принципе, начали задумываться, да, о своей безопасности. Хотят, чтобы было больше подушек, были какие-то дополнительные ассистенты, которые помогут избежать там какой-то аварии, столкновения. Все настолько индивидуально бывает, смотришь машины, кто-то заказал себе какую-то хорошую музыку, тонировки, еще что-то, а кто-то больше по безопасности. Все очень-очень индивидуально, мы все разные, и всех у нас потребности разные, не знаю, сценарии жизни разные, да. Поэтому тут, в общем, тяжело говорить. Какие-то тенденции есть, да, но все равно в этой модели могут взять просто там пакет и больше ничего и хватает, а кто-то набирает машину с кучей-кучей своих опций. А какой предпочтительный цвет играет роль по выбору сильно? Честно, вот могу посоветовать по опциям, по каким-то ассистентам, но не по цвету. Это неблагодарное дело, потому что я сейчас буду рассказывать, какой классный белый цвет, и вы мне скажете, ну какой белый, как холодильник, корпоративная машина, я хочу там себе синий. Цвета, наверное, они делятся на практичные и непрактичные, как по мне. То есть какие-то все светлые, кроме белого, они довольно практичные, серебро там, да, светло-серенький. Ну, чем темнее цвет, но в нем больше всего видно и больше он греется. Но есть люди, вот машина должна быть черной и все, или серой, ну у всех все разное. Как правило, когда приходят семейные пары, то часто густ еще и споры возникают, я хочу тот, а жена хочет другой. На завершение хотел спросить о условиях гарантии, какие сроки на что распространяются? Ну, у нас, скажем так, по разным моделям разная гарантия, там по всем, ну... Ну, раз у нас уже пошла беседа о Кодиаке, давайте его. Да, давайте о Кодиаке. На Кодиаке сейчас идет 4 года или 90 тысяч гарантий с завода-производителя. Плюс есть так называемый Куланс, это 5 лет или 150 тысяч на большие агрегаты. Что первое произойдет, да? Да, что... Вся гарантия идет, что первое произойдет. Если вы наездили 90 за год, то, соответственно, у вас 90. Если за 4 года наездили 60 тысяч, того будут 4 года. То есть, что первое наступает? Куланс, если вы после гарантии обслуживаетесь дальше на официальном сервисе и у вас что-то случается с коробкой или двигателем, то, в принципе, его тоже как по гарантии ремонтируют. Ну, это было изначально для коробок ДСГ, которые ломали, чтобы люди их не боялись. Но, в принципе, сейчас оно так и пошло и идет. Гарантия, в принципе, распространяется на весь автомобиль, кроме расходников. Там какие-то резинки, колодки, тормозные диски, все, что из расходников, масло, фильтра, это не гарантийные вещи. А так, если там потек, амортизатор, не знаю, если какой-то подъемник не работает, что-то с двигателем или еще что-то, то по гарантии ремонтируется. Если не было механического повреждения, то есть, какого-то удара, да, или еще чего-то, тут уже, если что, страховка. Кстати, страховки и вопрос денег. Как сейчас стоят дела с кредитными программами, если немножко не хватает, чтобы купить автомобиль? Да, сейчас есть там банки-партнеры почти у каждого салона, ну, по брендам, наверное, ориентированно. Есть беспроцентные кредиты, есть процентные, в зависимости от первого взноса, от срока кредита. То есть, если там вы взносите 40-50%, то, как правило, на год у минимум двух-трех банков есть условия беспроцентного кредита. Но это нужно ехать куда-то, оформлять, или можно здесь у вас в салоне? Нет, это оформляется, как правило, в салоне. Даже если вы сами в банк приезжаете, они, как правило, отправляют вас в салон. То есть, потому что, ну, мы с ними сотрудничаем, и им проще, чтобы мы это сделали. То есть, вы приезжаете в салон со своими документами, подходим к нашему кредитному менеджеру, она оформляет все документы для банка, отправляет в банк документы, заявочку, и банк рассматривает в течение трех банковских дней, как правило. Бывает на следующий день дают ответ, бывает через день, ну, когда как. У всех по-разному, смотря какая справка о доходах и какие документы. Ну, то есть, зависит от решения банка, зависит от чего. Да, именно только решение банка, мы только помогаем, не более. То есть, если банк дает гарантийное письмо, значит, все хорошо, зеленый свет, и можем начинать оформлять. Да, сейчас довольно-таки вот эти беспроцентные кредиты пользуются спросом, люди берут, скажем так. Потому что дальше, если брать под проценты, там довольно большая переплата выходит. Имею, к сожалению, такую практику в 15-летней должности. У меня тоже, когда-то была такая практика, еще в долларовом, кредитом, поэтому. Я вот вас слушаю, понимаю, сейчас стало намного уже проще, не надо, по крайней мере, ездить между банком, салоном, Рео. Да, как правило, там у нас в салоне кредитный менеджер предложит там под ваши конкретные условия, да, под ваш там первый взнос, срок, она смотрит, что вам лучше всего подходит, что будет выгоднее всего. Ну, предлагает там вам 2-3 банка, которые могут дать кредит. И последний вопрос. Вы клиентам, которые не могут определиться с покупкой, помогаете, подталкиваете как-то к этой покупке, или они сами? Ну, мне кажется, все продавцы должны как-то подтолкнуть, что ли, ну, или направить. Подсказать. Да, подсказать. Я не знаю, я очень не люблю, когда навязывают, поэтому я сам, наверное, такой не сильно навязчивый продавец, но, как правило, если человек где-то колеблется, я могу подсказать, что было бы интереснее там или по машине, или по каким-то условиям финансирования, или вообще, что может быть. Поэтому тут, да, мы, наверное, все продавцы должны помогать, как-то помочь, да, подтолкнуть. Ну, есть, конечно, очень навязчивый, который пытается, ну, грубо говоря, впарить что-то, но, мне кажется, это не мой путь. То есть, человек должен сам определиться, ему нравится или нет. Машина, как по мне, должна нравиться. Как говорят, если вы, закрывая автомобиль, не оборачиваетесь на него, значит, вы выбрали не свой автомобиль. Как-то вот так. Юрий, спасибо вам огромное за интересный и содержательный разговор. Спасибо вам большое, Александр. Приезжайте к нам на Большую Кольцевую 4, есть машина на тесте, можно пообщаться, прокатиться, обсудить, попить кофе и что-то выбрать. Спасибо огромное, с удовольствием обязательно приеду. Спасибо, хорошего вам дня. Вам также, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова